доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника продолжаем анализировать фундаментальный фон следить за ключевыми событиями и затем как на эти события реагирует торговые активы составляющие основу нашего долгосрочного инвестиционного портфеля друзья основные триггеры этой неделе может быть и не только впереди мы готовимся сначала к заседанию фид резерва это завтрашний вечер потом четверг сразу два супер события это заседание европейского центрального банка и куда более резонансная гораздо более резонансная политическая тема это парламентские выборы в англии поэтому ждем что на рынке еще как следует раскачают то что сейчас динамика вялая вы не должны из-за этого терять бдительность друзья потому что волатильность штука коварная она очень быстро приходит на площадке и в этот момент конечно же нужно очень важно чтобы вы контролировали риски следили за загрузкой ваших депозитов и своего рода десертом этой неделе станут подробности относительно следующего жесткого возьмем пока что в кавычки решение соединенных штатов америки относительно тарифной агрессии против китая потому что 15 декабря обступают в силу 15 процентные пошлины на китайские товары стоимостью 160 миллиардов долларов это жесткий шаг почему потому что скорее всего последуют ответные меры и уж сто процентов прогресс переговорах это перечеркнет опять же все достигнутые ранее договоренности и страны вынуждены будут спустя какое-то время снова начинать с начала выстраивая какой-то конструктив с целью преодолеть впоследствии остающиеся актуальными а торговые разногласия ну давайте посмотрим теперь по основным активом по нефтянки пока что мастера расстраиваться ни в коем случае не нужно потому что бренд по-прежнему сплачивать покупателей 64 16 этого в данный момент мы видим котировки по бренду ло вчерашнего дня был 63 60 но очень быстро мы восстановили сейчас фактически находимся на максимумах достигнутых еще в ходе торговой сессии пятницы я друзья жду прорыва выше 65 потому что по-прежнему фон уж точно располагает к такому движению почему снижались может быть речь идет о техническом откате то есть продавцы попробовали перехватить инициативу осознали что трудно им бороться с фундаментом и в принципе уступили лидерство покупателям ну есть возможно еще один статистический повод для снижения это вчерашние данные по торговому балансу китая эти данные стали свидетельством того что из-за снижения экспорта которые по сравнению с прошлым годом просел больше чем на один процент а в месячной динамикой еще более удручающий мы понимаем что торговый конфликт сша действительно очень сильно негативно сказывается на экономике поднебесной если конфликт впоследствии очень сильно затянется нам наверное придется вернуться к риску замедления а темпа роста мировой экономики и этот риск конвертировать в идею более слабого спроса на а сырью но это друзья последствия пока что у нас ожидание что бренда заберется выше 65 я думаю что мы сначала сделаем эту цель потом попробуем добраться до новых локальных максимумов параллельно будем следить за тем как развиваются отношения между сша и китаем в общем держим руку на пульсе но пока что приоритет на длинных позициях доллар иена 108 62 лари кудлу подтвердил то что решение соединенных штатов америки повышение таможенных пошлин остается пока в силе это решение воскресная скажем 15 декабря то есть со следующей неделе если она будет принято мы начнем рынке скорее всего с гэпом и новым витком волной спроса на защиту я вас готовлю заранее к этому друзья то что пока что лучше недооценивать негативный фон и наверное использовать его преимущество для того чтобы искать точки входа именно в инструменты с выраженными защитными свойствами я рекомендую настоятельно рекомендую делать ставку сейчас на покупки иены франка и золота что касается решения фид резерва я не знаю какую риторику мы в конце концов будем с вами переваривать в ходе завтрашней пресс-конференции джерома паула но допускаю что он он сделает комментарий о важности сохранения как бы адаптивной позиции и готовности к снижению дополнительного ставок в случае ухудшения фундаментального фона я считаю что такие комментарии лучше интерпретировать как подтверждение ну мягкой политики соответственно еще одна причина по которой мы доллар иену можем продавать доллар канадец 1 32 28 друзья мы говорили про очень слабый отчет по рынку труда канады он просто мне кажется исторически провальный потому что такого скачка роста безработицы я не видел вообще не по одному региону за последние лет пять уж точно особенно по развитым рынкам если брать и очень трудно объяснить опять же этот рост какими-то сезонными факторами я тоже делал на это акцент мне кажется эта статистика станет доказательством того что позиция канадского регулятора все-таки изменится поэтому я снова выступаю за именно длинные позиции и за то что пара доллар канадец получит возможность уйти выше уровня 1 33 австралии спатьев доллара сегодня мы ждали что для распродажи австралийцы нам помог комментарии филиппо лоу руководителя резервного банка австралии но как бы это странно не звучало но денежно-кредитной политики он не говорил ну и собственно бог с ним друзья мы знаем о тех проблемах с которыми работает австралийская экономика с которыми столкнулась уже на много лет назад эти проблемы актуальны и в связи с этим идеи по продаже австралийца они также сохраняются евро против доллара 1 1066 сегодня в 13 00 по московскому времени в данные по бизнес оптимизму зью это еще один отчет на который будет опираться завтрашняя риторика кристин лагард председателя европейского центрального банка нам очень важно понять с каким вектором политики мы будем работать дальше но уверен то что она точно не сделает намек на готовность каким-то немыслимым причинам политику ужесточить поэтому мягкие комментарии это то что он било раньше по позициям евро когда во главе был марио драги то же самое будет происходить дальше уже при кристин лагарда ждем снижение пары в район отметки 110 я думаю что в первом квартале двадцатого года мы будем котироваться ближе к уровню 109 и фунт друзья 13151 сейчас котировки моя субъективная цель мы можем добраться до уровня 13370 хотя многие инвестбанки обозначают цель 135 поэтому сегодняшний ролик я назвал как заработать 350 пунктов от буквально самые ближайшие дни мы следим за политической темы парламентских выборов они состоятся в четверг по-прежнему между консерваторами либористом серьезный разрыв около 10 процентов общественные опросы говорят о том что победу одержит а именно джонсон при победе джонсона 31 января англия выйдет из состава европейского союза фактически победа консерваторов завершить трехлетний период неопределенности который ранее выступал для нас причиной из-за которой мы продавали фунт соответственно победа консерваторов это выход страны из-за политического тупика и впервые за долгое время возможность как-то радужную тянуть на перспективы английской экономики давайте этим пользоваться сегодня в 12.30 данные по промышленному производству и ввп англии возможно какой-то отклик в динамике фунта будет но все равно на рынок закладывается и готовится уже к парламентским выбором на этом собственно все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания